И следующая вещь, это которой мы завтра займемся очень серьезно. Это самое главное, чего нам сильно не хватает. Это отношение с той силой, которая разрушает препятствия в жизни. Делает чувство, что жизнь не имеет каких-то преград, что она течет радостно, сильно и хорошо. Хорошо, это отношение с Богом. Понимаете, проблема заключается в том, что это и есть вообще самое главное, чего нам нужно. Потому что весь этот мир, в котором мы живем, он создан для того, чтобы мы забыли Бога, потому что мы этого хотели. Понимаете? Поэтому его здесь нигде не видно. Он как будто отсутствует. И атеисты говорят, ну покажите, где ваш Бог. Понимаете, Бог здесь невиденный, увидеть его, это большая награда. Если кто-то увидит Бога, он сразу уйдет в духовную реальность. Одна возможность его увидеть, она делает человека бесконечно счастливым и бесконечно победоносным. Сама возможность побеждать означает память о Боге. Ну то есть вот эта вот сила, память о Боге, она делает человека непобедимым. Ни в чем. Ну то есть невозможно быть пораженным, если ты помнишь о Боге. Ну понимаете, но это целая наука, это самое сложное знание на этой земле, как соединиться с Богом. В целом надо, ну простые вещи какие-то, которые вы должны знать, это то, что судьба человека действует через память. Вот я когда думаю о себе, в это время действует моя судьба. Ну то есть я думаю о своей жизни, думаю о делах своих, думаю о тех людях, которые со мной строят отношения. Все это действует судьба. Чем сильнее действует судьба, тем сильнее включается память. Когда очень сильно память включается, особенно больная память, то у человека очень сильно расходуется ресурс счастья внутреннего. В результате, когда счастья становится очень мало, он даже спать не может и не может есть. Эти два признака указывают на то, что тебе уже пора перестать думать о себе, иначе ты скоро загнешься. Понимаете? То есть вот это вот, когда человек уже не может спать, и он думает, думает, это значит, что судьба действует очень сильно в это время. Нужно быть очень осторожным. Надо понять, что единственный способ перестать находиться под влиянием судьбы, это переключить свою память на объект, который наполняет тебя силой счастья, а не забирает у тебя это счастье. Ну, обычно люди полагаются на саму судьбу. Допустим, алло, как у тебя дела? Все хорошо. Это значит, что сама судьба дает энергию счастья. Мы это воспринимаем как спокойствие. Вот, допустим, если у меня работа нормальная, квартира нормальная, жена нормальная, дети нормальные, страна нормальная, значит, у меня все хорошо. Это что, счастье? Нет, это просто спокойствие. Люди путают счастье и спокойствие. Счастье – это когда ты чувствуешь глубокие отношения, это когда ты радуешься кому-то, когда ты побеждаешь себя, сдаешь свой экзамен в жизни, когда у тебя гармония и любовь со окружающими людьми, созданная твоими усилиями, тогда это счастье. Счастье – это энергия Бога, а спокойствие – это энергия человека. Судьба может дать человеку только спокойствие, она не дает счастья. То счастье, которое мы ждем от жизни, не дает судьба. Счастье приходит только в труде над собой, только в работе над собой приходит счастье или глубокое внутреннее удовлетворение. Возможность любить человека, возможность строить гармоничные отношения – все это приходит от наших усилий, направленных к Богу. Потому что даже природа, энергия природы, которую мы забыли, – это тоже энергия Бога, это мать. То есть природа дает человеку здоровье, как и мать дает человеку здоровье. Вот когда у человека есть мать, это значит, есть сисья у маленького ребенка, есть защита у взрослого человека. То есть мать дает человеку защиту, она дает здоровье. Также природа дает то же самое. Добрые друзья – тоже это энергия Бога. И есть еще святость такое понятие. Вот когда человек приходит в храм, когда он слушает лекции наставника, когда он слушает духовную музыку, когда он читает священные писания, когда он окунается в святой реке, когда он ест освященную пищу, когда он участвует в духовных программах, все это наполнено Богом. Вот, допустим, люди поют о Боге – Бог там находится. Священное писание ты читаешь – Бог там находится. Слушаешь духовную музыку – Бог там находится. Слушаешь лекцию, пропитанную вот этим духом любви к Богу – Бог там находится. Понимаете? И это не то, что аллегория какая-то. Он там находится вживую. Просто его можно почувствовать только опосредованно. И когда человек чувствует Бога, что происходит? Он начинает жить. Ему становится легче. Он чувствует… Он может дышать. Его отпускает. Он уже перестает думать о судьбе. Понимаете? Судьба что делает? Судьба – это наше испытание, чтобы мы становились лучше, если мы реагируем правильно на нее. Потому что некоторые люди не реагируют, они просто загибаются дальше, и все. Итак, судьба приковывает к себе, и ценность этой мысли становится все больше и больше. Мой муж уходит от меня. Мой муж уходит от меня. Уже думать об этом невыносимо. Постепенно становится все тяжелее и тяжелее. Ты не можешь вообще это пережить. Несправедливость, насилие, жесткость, жестокость. Чем больше ты об этом думаешь, тем тяжелее становится жить. Так действует судьба. Что нужно сделать? Нужно отвлечь память. Если человек свою память приковывает к любви, то есть он приковывает к святости, к духовным книгам, к лекциям, он приковывает к духовной музыке, он приковывает свою память к освященной пище. В это время сила, значимость этих мыслей, которая судьба, она хочет нас убить, она реально это делает. Она не шутит. Значимость этих мыслей тает. И знаете, такой эффект происходит интересный, когда человек начинает контактировать с Богом, то он как бы от меня уходит муж. Ну то есть никаких проблем. И человека спрашивают, ты что, наркотиков обдолбался, что ли? Ты что, на что не реагируешь? Тебе все по барабану. А потому что так действует энергия Бога. Она освобождает от страданий. Океан страданий превращается в лужицу маленькую. Вроде бы уходит муж, все умирают, а мне нормально. Почему? Потому что я помню о Боге. Не то, что мне нормально, потому что мне наплевать на мужа. Это другое, нормально. Это не безразличие. Это спокойствие. Это разные вещи. Вот, допустим, у человека ушел из жизни близкий человек. Надо что, плакать, биться башкой об стену? Это так принято. Но на самом деле близкому человеку это не помогает. У меня не так давно, у моего близкого человека ушел близкий человек из жизни. И нам надо было за него молиться. Я объяснял своему близкому человеку, что ни слезы, ни отчаяние не помогут ему сейчас. Ему поможет сейчас сила воли и радость. И мы радостно молились Богу, радостно пели его имена и так далее. И таким образом давали облегчение этому человеку. Понимаете? Облегчение приходит от противоположной силы, от радости, от любви, от счастья. Так же, как и всегда и везде. Ни у кого от слез облегчения не возникает. Человек, когда ушел из жизни, он на самом деле живой. Это только так кажется, что он ушел из жизни. Потому что ты его не видишь. Но так как я могу это видеть, я знаю точно, что он живой. И знаю, что с ним происходит. И я могу сказать точно, что когда люди плачут по тому, кто ушел, и они скорбят, они мучают его неимоверно. Единственное, что можно сделать, это радоваться ему, с радостью вспоминать его, молиться за него, думать о Боге для него. Но ты не можешь радостно вспоминать, потому что тебе плохо становится, когда ты его вспоминаешь. Поэтому вспоминай Бога. Он сам тебя помнит в это время. Понимаете? То есть мы вот это все делали, и это давало все больше и больше, и больше, и больше облегчения близким людям. И даже тем, кто не находится рядом, они тоже начали чувствовать облегчение, благодаря такой практике. То есть, другими словами, когда человек помнит о Боге, он делает легче всем. Вот, допустим, жена истерит, потому что ребенок родился. Но начни молиться, думай больше о Боге. И как понять, что ты правильно молишься? У тебя легче, ты легче воспринимаешь жену, она истерит, тебе не кажется, это такой большой несправедливостью, как раньше. Это значит, что судьба отступает. Как определить, что судьба отступает? Тебе легче становится в той ситуации, в которой ты находишься. Она тебя не так мучает. Это значит, что ты побеждаешь судьбу. Это действует через память. Если твоя память прикована к Богу, судьба не может с тобой ничего сделать в это время. Она обессилена, и тебе становится легче жить. И это не надо считать, страдать чем-то плохим. Типа, я должна страдать от того, что от меня кто-то уходит. Человек не должен страдать. Он должен испытывать спокойствие, чистоту и счастье. Это наше изначальное состояние. Мы не обязаны страдать. Заботиться, быть верной, это нормально. Страдать никто не обязывает. То есть, человек должен помнить о Боге. Понимаете? И там есть свои моменты определенные. Допустим, когда вместе люди повторяют молитву, создается такой звук определенный, который надо очень сильно слушать. Завтра, по вашему желанию, мы сделаем вот этот молитвенный ретрит. Или ретрит «Я желаю всем счастья». Ну, то есть, примерно одно и то же. То есть, когда люди молятся, они должны молиться одной и той же молитвой, чтобы был эффект. Мы не можем, у нас у всех разные веры, даже в одной вере у людей разные бывают молитвы. Поэтому будем повторять, «Я желаю всем счастья». Это молитвенный настрой, это не молитва. Ну, то есть, «Я желаю всем счастья» — это естественное состояние души. То есть, душа должна желать счастья не себе, а другим. Это ее естественное, правильное состояние. И когда звучит какая-то музыка духовная и поют люди искренне о Боге, в это время, настраиваясь на их звук, если люди повторяют молитву или «Я желаю всем счастья», они память свою постепенно, медленно, но постепенно, но верно переключают на Бога. И если час непрерывно так делать, колоссальные изменения в сердце происходят. Люди чувствуют очень сильное облегчение. У них какой-то переворот происходит в сознании в результате. Понимаете? И этим действом можно полностью все в жизни менять. То есть, если человек совершает такую молитву очень сильно, то постепенно у него в каждом вопросе проходят три стадии. Первая стадия становится облегчение сильно на сердце. То есть, у человека живет в трех кругах судьбы, в трех кругах. Внутренний мир это первый круг, мое сердце. На сердце становится облегчение, значит, 30% судьбы ты победил. Дальше, когда на сердце облегчение, ты можешь уже менять отношения. Это второй круг судьбы, это нити между тобой и кем-то. Если ты не можешь даже думать о человеке, тебе противно то, что он делает. Несправедливость разрушает тебя, значит, это нить между тобой и им осквернена. Но если человек помнит о Боге и молится, то даже если это самый гнусный поступок, который только может быть на земле, все равно я не чувствую несправедливость, я спокоен в отношении с ним. Это значит, что я очистил эту нить. И человек будет меняться под моим влиянием. То есть, если он сделал что-то не так, совесть из моего сердца будет проникать в его. Он при мыслях обо мне будет становиться совестливым благодаря тому, что я очистил добротой или памятью о Боге, что одно и то же очистил эту нить в наши отношения. И третья стадия очищения. У него очистится восприятие тебя. Он о тебе будет думать хорошо. Вернется назад он или нет, это зависит от его желания жить правильно или нет. Но мысли о тебе будут правильными и хорошими. Это значит, что ты уже всю свою судьбу очистила. А дальше уже, если ты с ним сдала свой экзамен, люди даются только для экзаменов. Мы думаем для наслаждения? Нет. Они даются для экзамена. Ты свой экзамен с этим человеком стал, он не хочет с тобой дальше жить, допустим. Бог тебе дад для экзаменов даст другого человека. Не волнуйся. Поэтому вот так устроена жизнь. Человек должен включаться в эти все отношения правильные с жизнью. Мы в основном только тратимся, в основном только тратимся, тратимся на семью, на работу, на все. Мы теряем силы в этой жизни. А надо учиться переключаться и их набирать. Вот это правильный, здоровый образ жизни. И переключение на Бога может быть трех видов. Первый вариант это природа, второй вариант добрые люди и третий вариант это святость, это сам Бог. Есть его энергия, есть он как личность. Как дождей скамбуре полный Одолевает нас пути Так будто нет вокруг надежды И силу нет Вперед идти Когда тоска забралась в душу Сомлее сердце тяготи Тогда склони Свои колени Молитве Богу Лосами Молитва Молитва Остан Открывая Молитва С Богом Говори Молитва Сердце Наполняет Молитва Душу Иссы Омень Вечер Прекрасник Молитва Богу Нас Вечер Молитва Мил Молитва Силы Молитва Силы Нам Дает Молитва Молитва Утешение Молитве Радость Богу Молитве Силы В Одновенье Молитва Вечер Вечер Молитва Нас Трани В Дороге Молитва Нас Молитва Молитва Сердце mommy Молитва Amen Молитва Молитва Радость Твоей Молитва Видите, я ничто не придумывал. Это знают все, что молитва это сила, побеждающая судьбу, она неизбежно помогает человеку. Но нужны правила, нужно изучать, как это всеこれит. все происходит. Молитва должна быть связана с памятью. Если ты просто там что-то бубнишь и хочешь, чтобы кому-то помогло, ты думаешь об этом человеке, не о Боге. В этом случае ничего не произойдет. Нужно погружаться в отношения именно с Богом. Для этого нужны определенные условия и правила, которые мы завтра будем с вами изучать. А раньше ты не ведал и никак не мог решиться. Но Господь нам за победу обо всех всегда молится. Об умерших и живущих, о несчастных и несчастливых, молчаливых и заблудших, об обслуживших и стартил. Помолись о всех, кто ранил, кто успел ожесточиться из мемот духовной брони и не может сам молиться обо всех обремененных и помиженных судьбою, от печали утрученных и сломленных больбою. Итак, если человек чувствует, что он обессилен, судьба его приковала к стенке, он не может перестать думать о себе, он чувствует, что он встал перед стеной, несправедливость окутала его со всех сторон, его мучают законами или мучают человеком, или мучают страной, или еще чем-то. Это значит, что этому человеку не хватает Бога в жизни, и ему ничего не поможет, кроме отношений со святостью. Причем здесь есть два типа отношений. Есть отношение грудного ребенка с сисей, и есть отношение человека, который делает что-то сам. Ну то есть сначала нужно наполняться. Вот маленький ребенок, он ничего не делает, он только сосет сисью и спит. Он ничего не делает, он не совершает никаких поступков сам, потому что он не может, ему нужны силы. Маленький ребенок просто наполняется. Когда человек попал в ситуацию, в которой он полностью обесточен, он должен сначала наполняться. Нужно слушать лекции, нужно ходить в храм, нужно слушать песнопения духовные, нужно есть освященную пищу. Это вот источники наполнения для человека, и Богом надо наполняться. Вы скажете, а я не чувствую освященную пищу, я не чувствую храм, я не чувствую лекции. Неважно, чувствуете вы или нет. Если вам станет хорошо, вернее не хорошо, а другое на букву «Х», то тогда вы почувствуете. Понимаете? Вы сто процентов почувствуете. Если вам станет совсем плохо, вы почувствуете лекцию, вы почувствуете духовную музыку, вы почувствуете храм, вы придете и будете... Вы будете глотать этот воздух. Почему? Потому что другого выхода нет. У человека нет другой возможности получить силу, которая даст облегчение, кроме как энергия Бога. Больше нет никакой варианта, понимаете? Никакой вариант не сработает. И если человек не знает этого варианта, то он просто страшно страдает.